Всем приветик! Начинаю новый влог! У нас на часах 11 утра. Мы уже с утра пораньше все проснулись с семьёй. Муж поехал на почту, немножко задержался перед работой. Нам наконец-то пришла посылка. 17 килограмм. В этом влоге обязательно сделаю вам обзор. Посмотрим, что же нам пришло. Мы, конечно, уже всё видели. Муж утром забрал посылку, потом мы всей семьёй позавтракали. Маркушки, омлетик с перепелиных яичек взяла. А нам бутербродики с красной рыбкой. В морозилке лежала рыба, которая ещё осталась с роллов, когда я роллы готовила. Я за неё забыла и решила засолить на бутербродики. Так что мы, в общем, позавтракали всей семьёй. И муж поехал на работу, а мы с Маркушкой собрались. И сейчас идём в магазин за продуктами. Марк там играет. Сходим, купим продукты и потом приду, отсниму вам посылку. Что же там нам пришло. Много всего интересного. Погодка у нас солнечная. Вчера солнечная, сегодня солнечная, но морозная. Вчера утром было где-то минус 10. Сегодня тоже было минус. Сейчас на солнышке где-то плюс 3. Хотя солнце прям в разгаре. Так что, в общем, у нас похолодало. Тимаська там вон наверху сидит. Ну всё, побежали мы скорее в магазин. Сильно на улице гулять не будем, потому что там, наверное, холодно и ветер. Ну и, в общем, всё, пошли мы. Меньше слов, больше дела. Мы уже в магнит идём. Вроде бы и солнышко светит. Но, знаете, мы здесь на краю живём. Из пустыря дует очень холодный ветер. Прям ледяно, сильно не погуляюсь. Я ещё, Маркушки, забыла перчатки взять. Так, всё, машин нету, переходим. Поэтому сильно не погуляюсь. Пришли мы, наконец-то, домой. Давайте покажу, что купила. Купила цветную капусту. Маркушке планирую супчик сварить с креветками. Там немножко креветок есть. И хочу цветную капусту пожарить в кляре. Знаете, у нас сковородочки что-то давно не ели. Так захотелось. Два молока. Йогурт чудо по акции был. Огушку взяла, Маркушки. Десяток яичек. Лавровый лист. Укроп сушёный взяла. А то иногда, знаете, свежего укропа нет. А хочется куда-нибудь добавить укроп. Смотрю. Думаю, надо взять. Пема люкс взяла. Мыло взяла. Одно. Так, влажные салфетки. Виноградик. По 129 рублей по скидке. В прошлый раз был по 133. А сейчас, по-моему, по 126. Я 129 сказала. В общем, по 120 с чем-то рублей за килограмм. Минтай. Взяла сегодня. Буду жарить рыбу. Давно рыбу не ели. Уже мясо немножко надоело. Что-то мы рыбу плохо стали покупать. Мало, редко, короче, покупаем. Так. Купила авокадо, девчонки. Смотрите, какое огромное. 26 рублей. Одно. К сожалению, вот такое вот было оно последнее. И были еще авокадо, но они гладкие. Вот гладкое авокадо, оно невкусное. А вот такое вот, которое шершавое, и оно еще немножко мягковатое, оно будет очень вкусное. Смотрите, какое огромное. 26 рублей. Муж в прошлый раз зашел, увидел у женщины в корзинке. И спрашивает, вы что, наверное, последнее забрали? Она говорит, да, последнее. И так хотел взять авокадо, но не было. Я вот взяла одно авокадо. Огромное просто. И 26 рублей, это вообще копейки. Масло. Курицу взяла. Два раза возвращалась в магнит. Вернулась за курицей. Думаю, на супчик, чтобы была курочка. Чесночок взяла, то закончился. Немножко картошки взяла. Яблочек взяла. Наверное, яблоки не о чемные будут. Наверное, невкусные. И взяла я желудочки куриные. Как-нибудь на днях потушу после рыбы. Тушеные сделаю. Так что, в общем, вот такие вот покупки были. Кому интересно, могу вон чеки показать. Так. Вот так вот. Это второй чек. Я вернулась за курицей. За пемолюксом. Что еще я взяла? Мыло. И что же здесь еще? А и масло. Триста тридцать три рубля. И вот первый чек. А я что-то затупила. Так стою, молчу. Так. Вот второй чек. Кому интересно, смотрите цену на паузу. Девятьсот девять рублей. Ну, в общем, тысячу двести рублей. Ну, здесь, знаете, хоть я... Видно, что я взяла покушать, и нам хватит на несколько дней. И капусты можно вон... Я сегодня, кстати, планирую капусту сделать и рыбу. Потому что рыба маленькими упаковками продается. Рыбы маловато будет. Я решила еще сегодня сделать цветную капусту в кляре. И курица, и желудочки куриные. Как бы взяла покушать. А то, бывает, зайдешь, ничего не берешь и семьсот рублей. И есть нечего. Нам, кстати, вот осталось восемь наклеечек собрать по акции. Вот эти дракончики. Восемь наклеек и купим третью игрушку. Так что, в общем, вот так вот. Ну что, сейчас это все убираю. И пойдем с вами смотреть посылку. Давайте начнем. Начнем с продуктов. Продукты уже все здесь. Поэтому начнем здесь, продолжим там. Очень долго мы ждали посылку. Наверное, около трех месяцев. Эта посылка пришла из-за границы. От мужа родителей и сестры. Сестра мужа за границей живет. Поэтому иногда нам присылают вкусняшки. Так что, все. Давайте приступать. Потому что куча всего. И чтобы видео не затянулось надолго. Так, это вот такие вот. Это сладости в основном здесь. Не знаю, все на английском здесь написано. Поэтому не знаю. Это что-то с апельсином. Апельсином нам. Наверное, это шоколад. Либо как мармелад в шоколаде. Либо дольки, может, апельсина. Не знаю. В общем, какая-то вкусняшка. Открывать не буду. Без дегустации. Дальше вот такие вот конфетки. Это с малиной шоколадки. Там внутри видно, нарисовано, как джем будет малиновый. Так, дальше очень вкусные конфеты. Линдор. В России они тоже продаются. Они очень вкусные. Мне особенно нравится вот эта желтенькая. Белый шоколад идет. Здесь ассорти. Красный, синий и белый. В общем, вот такие вот конфетки. Дальше. Это идет у нас типа ММД. Но только какая-то другая фирма. Натуральная. Наверное. Да. Так. Это даже, наверное, для Маркуши. Так. Далее. Это тоже идет, по-моему, для Маркуши. Это как прянички такие детские. Все натуральное. Без всяких красителей, без добавок. Натуральные трямички. Такие, как сушки. Так. Для нашего любителя чупа-чупсов. Две огромные вот такие банки. Натуральных чупа-чупсов. Без красителей. Маркуша, вон, уже второй. За сегодня оценил. Надо прятать. Потому что вот сейчас увидел. Начал упаковку открывать. Дала ему еще один чупа-чупс. Кстати, чупа-чупсы очень вкусные. Далее. Вот такая вот шоколадка. Назовем ее так. Она со вкусом апельсина. И она открывается. В общем, ее как-то крутишь. И она разламывается на дольки. Вот так вот. Крутишь. И она разламывается на дольки. Обязательно, как ее откроем, я в облоках где-нибудь буду показывать. Рассказывать вкусненько или как. Так. Дальше три упаковки. Вот такие вот водоросли. Ну, типа нори. Как вот для суши, для роллов. Да. Только это такие маленькими кусочками. И их кушать. Я такие не очень люблю, а муж мой любит. Так. Далее здесь в металлической упаковке жвачки мятные. Это конфетки мятные. У нас, кстати, еще есть такие. В прошлый раз нам такие присылали. Очень вкусные. Я даже иногда даю морковки. Они такие приятные. Так. Это типа скитлс. Жевательные конфетки такие. Тоже очень прикольные. И здесь целый пакет вот полосочек. Это конфеты. Это, по-моему, идет с какао экспресса. А это с кусочками малинки. Тоже натуральный шоколад. И вот такая вот еще. Здесь вот несколько штук. И еще вот такая вот шоколадка. С вкусом апельсина. У нас, кстати, вот такие вот еще с прошлого раза остались. Мы так все экономненько кушаем. Так что вот это вот были все вкусняшки, которые нам прислали. Ну вот, это огромная коробка. 17 килограмм. Давайте начнем с игрушек. Маркушке прислали вот такую вот машинку. И прислали еще вот такую вот машинку. Держи, держи. Так, дальше. Прислали вот такую вот доску. У нас подобная была, но Марка ее сломал. Доску, в общем, рисовать. Вот такой вот коробочке была. Так. Дальше ему прислали целый набор вот такие вот рыбки. Целый пакет. Разные вот такие вот рыбки. В общем, рыбалка. И четыре удочки. Удочки прям огромные такие. В общем, рыбалка, думаю, многие знают. В ванную этих рыбок садишь. И потом ловишь на магнитиках. В общем, у Марка вот такая вот игра. Держи удочки. Держи рыбок. Так. Буду все доставать подряд. Мы уже, в принципе, смотрели. Мне прислали вот такую вот сумку. Она еще переделывается в рюкзачок. Коричневого цвета, как раз под мои сапожки. Классная сумка. И мне понравилось, что ее можно сделать рюкзачком. Она кожаная. И очень классная подкладка. Такая, как веду. В общем, я очень довольна. Спасибо большое. Дальше. Ну, это уже, конечно, на следующий год будет. Потому что у нас уже потеплело. Нам выслали верхнюю одежду с мужа. Мне прислали вот такой вот пуховик. С шикарным просто мехом. Мех мне очень понравился. Вот здесь вот на рукавах, на воротниках есть провязанные штучки такие. Их можно отстегнуть. Я их отстегну, потому что мне они не сильно нравятся. Вязанные вот такие. И буду носить без этих штучек. Они все отстегываются. Мерять я не буду без примерки. Потому что видео затянется надолго. Подписывайтесь на мой канал. И где-нибудь во влогах будете видеть всю одежду. В общем, вот такой вот пуховичок. Очень классный. Мех, конечно, вообще шикарный. Мне очень понравился. Дальше для мужа. Теплая такая куртка. Здесь меховушка такая. Ой, плед такой хочется. Теплый. Знаете, у нас в принципе есть такие пледы. Но они когда новые, они всегда такие мягкие. Потом с временем застеливаются. В общем, вот такая вот курточка. Самая обычная. Черная курточка. Кто же знает, ему уже как бы нам жарко в этих вещах будет ходить. Поэтому на следующий год. Дальше для Маркушки вот такой вот набор карандашей. Очень классные карандаши. Они выкручиваются. Вот жалко будет, если он их сломает. Они выкручиваются. Классные, в общем, карандашики. Вот такой набор. Так. Это сюда убираем. Далее для Марка обувь. Но она немножко великовата. Вся одежда немножко на него великовата. Она выросла. Садись вот здесь с мамой. Садись. Вот такие вот майковские кетики ему прислали. Кроссовочки. Дальше прислали вот такие вот ботиночки. Они, наверное, кожаные идут. Серенькие. Что тебе? Показать нужно? Что тебе? На, держи удочку. Вот такие вот кожаные ботинки. Но, к сожалению, немножко все великовато на него. Но ничего. Будет на вырос. Крикон. Так. Так. Это воротник с курточки моей. Отстегивается. Далее. Свитерок вот такой вот. Беленький. Это для Маруши. Тише. Тише. Так. Это для меня. Свитерок вот такой вот. Тоненький. Тоненький. Легенький. Так. Это опять с курточки воротник. Отстегивали. Так. Это. А вот. Правильно. Это вот такая вот нарядная блузочка с терышками. Беленькая. Далее. Челедик. Скотник. Далее. Для меня. Вот такая вот рубашка. Джинсовая. С коротким рукавом. В виде платьица. У меня уже наверное это какая? Третья. Это уже третья. У меня две висит. И. Как-то я раньше знаете на такие вещи даже не обращала внимания. Это мне вот. Прошлые разы высылали тунику. Там рубашки вот такого плана. И мне кстати очень понравилось. В общем. Рубашка вот такая вот. Далее. Для Маркушки. Вот такой вот свитерок. Кофточка вернее. Тепленькая. Но это уже к сожалению будет на все на следующий год. Либо на осень. Для меня вот такой вот платьице на лето. Красивая. Такой лимонный цвет. Классно. Так. Дальше. Вот такая вот рубашка тоже джинсовая. Тихо. Тихо. Держи удочку. Держи удочку. Смотри удочка как достается. Далее. Вот такая вот рубашка джинсовая. С длинным рукавом. Дальше мне прислали вот такие вот джинсы. Без дырок. Они не тянутся. Классные. Мне они очень понравились. И что они немножко такие свободные. Так. Нельзя? Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. В общем вот такие вот джинсики классные. Мне понравились. Дальше вот такая вот футболочка укороченная. Подвязанная в горошек. Такой материал приятный. Дальше опять для меня. Ой. У меня столько вещей. Тут наверное большая часть посылки. Все для меня. Светырок вот такой вот. Спасибо огромное. Прям куча одежды. Вот такие вот джинсы встречевые. Красные. Они кажутся маленькие. Хотя предыдущие. И есть один. Это один размер. Знаете, они встречевые. Хорошо тянутся. Вот такие вот красные джинсы. Тише от радости. Кричит, кричит. Так, это для Маркушки. Вот такие вот брючки. Они, наверное, утепленные. Нет, не утепленные. Просто джинсики вот такие вот с подворотиками. Дальше Маркушки. Вот такой вот костюм. Курточка. Курточка тепленькая. Он как раз, знаете, такой... По толщине она вот как раз сейчас на вот такую вот погоду. Но она, к сожалению, тоже великовата. Все, она выросла. Но ничего. Уже ребенок будет на будущее одет. Вот такая вот... Вот такой вот комплект. Кофта и жилетка. И можно все вместе, видите, носить. Такой комплект. Кофта такая плюшевая. Тепленькая. Так, вот курточки, штаны. Тоже комбинезончик носить. Так, дальше Маркухи вот такую вот шапку. Классную, теплую. Ушанку, да? Куда ты залез? Давай шапку-ушанку одень. Давай. Давай вот так шапку-ушанку одень. Вот так вот. Нет, не хочешь? Так, дальше Маркушки вот такая вот шапочка. Серенькая. Потом Маркушечки. В основном вся теплая одежда, которую носить уже потом. Тоже кофточка вот такая, цветырок. Так, что здесь еще? Вот такие вот перчаточки Марку. Как раз под костюм синенькие. Ну и последнее здесь целый пакет дробников, духов, в общем, ароматов и для мужа, и для меня. Сейчас поближе все вам покажу. И, в общем, коробка пустая. Вот такая вот огроменная просто куча одежды и сладости. Ну, вот они все ароматы. Этот целый. Вот так вот называется. Коверкать название не буду. Вот этот сладковатый аромат. Вот за границей, знаете, дают пробники. Если ты покупаешь какой-то парфюм, тебе дадут пробники. Вот эти маленькие флакончики, это все пробники. Я достала, чтобы показать. Вот они, коробочки. Название поближе вам покажу. Там читайте сами. Ароматы все я еще не нюхала, но вот эти три прикольные. Вот этот вообще самый обалденный голубой. Потом вот такие вот пробники идут. Здесь два пробника. Здесь везде по одному. Это все женские. Вот здесь по два пробника. И для мужа вот. Марк уже все разбросал. Вот еще для меня один. Вот так вот они выглядят. Такие, которые брызгают. И вот четыре штучки для мужа. Джорджи Армани, Том Форд. Классно. У нас, конечно, в России тебе столько не дадут. Пробников один, может, какой-нибудь дадут. В Литуале, если ты там на 10 тысяч, наверное, купишь. Я даже не знаю. Ланком. В общем, классные ароматы. Ну, вот этот мне очень понравился. И вот этот, сладковатый. Эти все еще остальные я не нюхала. В общем, вот такая вот у нас теперь красота. Теперь это надо все прятать от Марка. Потому что Марк найдет применение. Разольет все, разбрызгает все. Где-нибудь затеряет. В общем, вот такая вот у нас была посылка. Надеюсь, вам было интересно посмотреть какое-нибудь разнообразие теперь на моем канале. Посылка пришла. Разлила на руки, открывала флакончик пробник. И он идет без пшикалки. А сразу дырочка на пальчик. И развела немножко на руки. Все руки пахнут теперь. Сейчас ко мне придет соседка Юля. Попросила снять ей гель-лак. Ей самой неудобно. Она одну руку, говорит, сделала на работе. Себе гель-лак покрыла. А вторую не успела. Домой уже бежит. Ел дома много. Говорит, снимешь мне, говорит, по-быстрому. Так она сейчас ко мне зайдет. И я ей сниму быстро гель-лак. И потом начну готовить, кушать. Так что, в общем, вот такие вот у меня планы. И потом покажу, что буду готовить. Девчонки, ругайте меня. Но я все приготовила без вас. Ничего не показала, не рассказала. Вообще не было времени. В 2 часа дня я начала готовить, кушать. И вот сейчас полшестого я только закончила все дела. Ну, помимо готовки у меня еще были делишки по квартире. Так, что приготовила? Пюрешечку картофельную. Нажарила капусточку в кляре. Посолила, поперчила капусту цветную. Что еще сделала? Взяла для кляра 2 яичка, столовую ложечку муки. И капусточку обвалила в кляре и обжаривала. Ну, в общем, в принципе, все просто, поэтому тут шедевральных рецептов нет. Пожарила минтай. Минтай я совсем немножко. Я один кусочек буквально съела и все. Немножко. Поэтому жарила капусту, потому что нам рыбы маловато будет. И приготовила супчик куриный с пшенкой или капкой. В общем, забываю всегда, как крупа называется. Моркушку я уже покормила супом. Сейчас, наверное, сама сяду, перекушу картошечки и рыбки. У меня здесь гора чистой посуды, которую я уже перемыла. Нужно расставить. Кстати, Pemalux новая открывашка. Смотрите, какая классная. Очень удобно. Закрыл и все. У меня прервалось так видео на Pemalux. Родители позвонили, поэтому я заболталась полчаса. В общем, как я уже сказала, в 2 часа начали все дела. И вот в пол шестого закончила. Сейчас пока с родителями поговорила, уже 15 минут седьмого. Скоро и муж приедет. В общем, как всегда. И моей работы не видно. Я прям с ума схожу. Так устала. Поясница ужасно болит. Выпила таблетку. Вот хоть легче становиться начала. Ужасно защемляет нерв. Прям ужас. Как я еще во время родов не делала себе эпидуральную анестезию в позвоночник. Потому что читала отзывы. И кто из девочек делал такую анестезию, тебе в позвонок колят укол. И у тебя, по-моему, живот и ноги вот это вот все отнимается. Ты не чувствуешь боли. Вот говорят, кто делал. И у кого еще спина больная, то там потом вообще очень часто болит сильно спина. Я все укол не делала и с ума сходишь, потому что спина ужасно болит, когда целый день на ногах. Я вот утром как встала, наверное, в полдевятого с кровати и все. И больше даже не присаживалась. Целый день. То в магазин, то пришла, видео вам отсняла, то соседка зашла, сняла ей этот гель-лак. И начала кушать, готовить. И вроде бы и работы-то немного, а, как говорится, всегда женской работы не видно. Возишься, возишься и все на месте. То посуду убрала, то посуду помыла. У меня еще такая привычка. Я если готовлю кушать, то у меня собирается просто целая куча посуды. И мне проще потом приготовить все, а потом уже после готовки целую гору посуды перемыть. Муж всегда, вот ты, говорит, гору посуду насобираешь. Он если готовит, то он готовит и моет. Ну, в принципе, он так говорит, потому что если что-то готовит, то всего лишь одно блюдо какое-нибудь готовит. И я тоже могу так и готовить, и помыть посуду. А когда у меня там мясо, там картошку надо порезать, там надо перевернуть рыбу, там еще что-то. И, в общем, две руки и сто дел одновременно делаешь. Поэтому у меня всегда собирается посуда. Напишите, как вы вообще моете посуду после готовки, либо во время готовки совмещаете все. В общем, наготовила я кушать. Убралась, холодильник протерла, освежила. Полы помыла, позаметала. Что еще? С балкона полотенце сняла. На балкон стирку развесила. Потом вторую стирку поставила. Вот нужно поставить гору позуду после готовки перемыла. Маркушка мне тут шкодничала, отвлекалась на него очень часто. Дел мне тут делал. Да, шкодник. Боже, настолько энергичный ребенок, просто гиперактивный. У него энергии просто зашкаливает. Он на месте вообще не сидит, за ним только и смотри, только и смотри. Вот уже полез. Телевизор включать, за пультом. Коробку с посылкой не убирала. Коробку с посылкой не убирала. Завтра уже ее разберу. Маркушка лезет ее, высыпает. Несколько раз ее высыпал. Говорю, Марк, я говорю, устал, а ты мне тут еще дел делаешь. Да, шкодник. Зачем свет выключил? Он уже немножко подустал, уже, видимо, спать хочет. Выключил свет. Шкодник. В общем, вот так вот мои проходят будни. Как белка в колесе. Иногда вот в такие дни чувствуешь себя просто загнанной лошадью. Какой-то сил просто нет. Ноги отваливаются. Вот сейчас присела, хочется полежать, отдохнуть. Сейчас буду монтировать этот влог. И вот в такие дни и ребенку не можешь уделить время. И я люблю все дела сделать за один день. Вот сегодня кушать приготовила, убралась, постирала. Завтра буду отдыхать. Кстати, вчера мы в бассейн с Марком ездили с соседями. Покупались, потом приехали. И Маркушка уснул, спал. Я его потом вечером еле разбудила. Позавчера плов готовила кому-нибудь на заметку. Может, кто-то не знает, что приготовить. Вот и готовила плов. Вчера доели. С таким аппетитом съели. Вообще вкусный получился, отличный плов. Так что, вот так вот. Ну, наверное, буду заканчивать влог, потому что уже наболтала очень много. Влог получится, наверное, длинный. Ну, в общем, как всегда, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Поддержите меня пальчиком вверх. Ну и всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok